Всем привет! А сегодня у нас на распаковке прикольная маленькая блютуз колонка. Это JBL GO 2. Приходит она вот в такой интересной упаковке. Такие воздушные капсулы ее окружают. И это говорит о том, что доставка супер, никаких повреждений, коробочка выглядит просто идеально и переживать за колонку не стоит. Ну что ж, приступим. Вот, собственно говоря, такая колоночка. Дизайн всем известен. Они продаются у нас в магазине. Довольно-таки популярная модель. У нее есть куча цветов и также куча всяких прикольных характеристик. Что у нас тут первое бросается в глаза? Это JBL. То есть это сразу говорит о том, что хорошее качество сборки, хорошие материалы, хороший звук и хороший функционал. У нас здесь динамики Harman. Это говорит о том, что даже не в таком небольшом корпусе будет отличный звук. Он, конечно, не будет, может быть, такой, как на каких-нибудь пульсах или вот этих здоровых колонках. Но, тем не менее, довольно-таки приемлемый и отлично можно взять с собой в дорогу, в небольшое путешествие и просто кайфануть от музыки. Это моделька Go 2. Работает она, ясное дело, на блютузе. И у нее время работы 5 часов. Но, я думаю, в реальной жизни это будет где-то часа 4, потому что все зависит от того, как далеко находится ваш телефон, условия приема блютуза и насколько аккумулятор как бы уже изношен, как долго вы ее заряжали, разряжали. Так, тут, в принципе, все. Вот сейчас распакуем и посмотрим, что она из себя представляет уже более поближе. Так. Здесь у нас также еще есть такой набор характеристик, как опять же 5 часов работы, влагозащита IPX7, то есть это говорит о том, что если колонка нечаянно упадет в лужу или в бассейн, ничего страшного, вы ее вынимаете, протираете и она продолжает работать. Конечно, слушать ее под водой не рекомендуется и также прям вот полностью погружать в воду и долго там держать тоже не надо. И также здесь написано, что это спикерфон, то есть разговаривать по нему через блютуз у вас не получится, тут нет микрофона, но можно будет слышать собеседника. Вот, собственно говоря, что мы можем получить из коробочки. А теперь давайте ее вот уже обскроем. Так, тут, в принципе, у нас блистер, ничего такого, упаковка была хорошая, поэтому не стоит переживать в плане доставки. Так, комплектация у нас здесь, в принципе, как всегда у JBL. Сама колоночка, соответственно, идет и здесь у нас имеется шнурочек такой коротенький и инструкция. Вот, шнурочек у нас microUSB, колоночка на microUSB заряжается, то есть можете использовать свой от телефона, либо вот такой вот коротенький, который идет в комплекте шнурочек. Что у нас здесь уже вот по колонке? У нее такой приятный зелененький, такой свежий зелененький цвет, вот, мятный, можно сказать. На ощупь такой пластик, типа как soft touch, но может немножко погрубее, но из рук не выскользнет точно. Здесь у нас находится металл вот на уже динамике, которого защищает динамик и сквозь него проходит звук. Здесь у нас имеется заглушечка, копите заглушка довольно-таки плотная, если вы ее хорошо захлопните, жидкость, вода туда точно не попадет. Под заглушкой у нас что? Шнурок для зарядки и находится также вот гнездо, вот, чтобы вам было лучше видно. Вот, здесь находится также еще гнездо, это режим AUX, то есть вы можете в эту колоночку вставить шнурочек, к примеру, из вашей магнитолы какой-нибудь автомобильной, она также будет играть как колонка. То есть можно и по Bluetooth использовать, можно звук брать откуда-то по шнурку обычному 3,5 мм. Здесь имеются небольшие ножки, то есть ее можно вот так поставить, она будет стоять. И сверху вот мы видим, кстати, необходимый набор клавиш, это включение, соединение по Bluetooth, также имеется тише, громче, громкость и кнопочка play. Здесь, кстати, вот, если вы заметили, плюс и минус по громкости немножко выделены, это позволит удобно управлять звуком, несмотря на саму колонку, если она у вас, к примеру, где-то в рюкзаке лежит и играет, и вы идете где-то в походе, засунули руку, наклацали туда-сюда и все как бы готово уже к тому, чтобы сделать громче, тише, не надо ничего искать, никакие кнопки, то есть это очень удобно. В плане звука, по звуку у колоночки хорошая середина, также низы и басы не отстают, может быть, хотелось чуть больше басов, но это такое мое сугубо личное мнение, это уже кому как нравится. Но серединка у нее хорошая, приятный звук, то есть нет никаких запираний, треска там при большой громкости, с этим все отлично. Ну, это JBL, здесь вот Harman, как видно на коробке, так что проблем со звуком нет. Сейчас мы ее подключим и попробуем немножко послушать, как, что она вообще играет и как себя ведет уже, когда спарена с телефоном. Подключается колоночка, как обычно у нас, то есть достаточно ее включить и нажать клавишу Bluetooth, поразвучит звук и вот здесь вот есть индикатор, он начнет мигать и колоночка будет выходить на связь по Bluetooth. Кстати, я оговорился, микрофон здесь действительно есть. И не просто микрофон, а микрофон еще с шумоподавлением. Находится он вот здесь, возле заглушки, которая защищает провод и для зарядки, и шнурок для аукса. Микрофончик есть, работает неплохо, но, конечно, лучше от колонки далеко не уходить, быть где-то в радиусе метра, чтобы собеседник вас слышал. Соединение по Bluetooth происходит без проблем, моментально находится, то есть все с этим четенько, никаких проблем в плане коммуникации, потому что некоторые, я слышал в отзывах, пишут, плохо соединяются с телефоном. Но здесь все отлично. Радиус действия в районе 10 метров, но я думаю, если она будет брать хорошо в районе 7 метров, это отлично, я думаю, вам достаточно для какого-то путешествия или просто нахождения музыки рядом с вами. Так, по кнопочкам громче, тише, все работает отлично. Одно нажатие и сразу ползунок на телефоне двигается в плане звука. Вот. Как по мне, звучит очень приятно. Прошу прощения за моего соседа с дрелью, он немножко ворвался в наш эфир, но это не помешало услышать хороший звук колонки. Это была не максимальная громкость. Может, давайте сейчас попробую вот сделать на максимум. Ну, конечно, по телефону это не будет так хорошо слышно, вот, но, тем не менее, звук очень приятный и действительно насыщенный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Отличная колонка, приятно звучит. Вот даже когда стоит, никак вообще не репит. Это очень хорошо, если вы ставите где-то на твердую поверхность и, к примеру, смотрите фильм, и там есть какие-то шумы, взрывы, то есть тоже все с этим отлично. Считаю, вообще классная вот колоночка, если вы просто хотите взять с собой в дорогу приятный звук, а не слушать его с телефона. Если вам понравилось, был интересный обзор, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии и до связи!